Принципы социологии Игровые педагогики, организация занятий, как играми, что микрогруппами детей и правила организации игровых заданий. Также на слайде представлена литература, которую вы можете воспользоваться. Здесь есть как основная, так и дополнительная литература. То есть те источники, в которых вы можете найти и игры по формированию, например, экологической культуры школьников, дошкольников. Игры, которые направлены на установление контакта и способов взаимодействия, развития речи. Вся литература есть в библиотеке, пожалуйста, смотрите, используйте и применяйте в работе. Смысл основного вектора социоигровой педагогики в том, чтобы воспитателям научиться слушать детей. В этом и могут помочь три социоигровых постулата педагогического мастерства. Первый принцип. Не учить. Если большинство из привычных методик ориентировано на то, как лучше воспитателю объяснять, рассказывать, учить, то в социоигровой педагогике воспитателям надо прежде всего учиться не столько объяснять на своих занятиях, сколько молчать и дать возможность ребенку понять, осмыслить ситуацию, либо вопрос, и ее представить с учетом своего понимания, своего видения. Потому что их задача на занятии в том, чтобы не учить, а создавать ситуацию, когда дети начинают учиться, то есть учить себя сами. Но здесь, конечно, может возникнуть вопрос, каким образом воспитателю держать свои побуждения и удержаться от объяснения или от указания на ошибку, поскольку такая вот традиционная форма как раз это и предполагает. Социоигровая технология отвечает на эти вопросы, и для поиска ответа была создана таблица «Бабочка». Следующий принцип, он так и носит в пособиях Букатова, 133 зайца. На занятиях в детском саду так и должно быть, когда дается такой проблемный вопрос или проблемное занятие, задание, и ребенок должен представить столько вариантов, сколько он может найти, то есть максимально возможные. Следующий принцип, не бояться ошибаться. Надо сказать, что иногда на занятиях может получиться ситуация, в которой педагог понимает, что он или допустил ошибку, или понимает, что, возможно, требовал бы задать детям другие вопросы, то здесь, конечно, данный принцип указывает на то, что не нужно бояться ошибаться. Даже если вы видите, что вопросы, которые вы определили детям, или тот вектор, который вы запустили, и дети по нему работают, если он не верен, то вы, опять же, можете воспользоваться моделью бабочкой и перевести его в один из секторов путем социоигровой ситуации, путем всевозможных проблемных вопросов, либо, когда дети, начиная взаимодействовать с подгруппами, приходят к решению, такому неординарному решению, оставленной задачи. Данная модель бабочка представлена на слайде, и если вы внимательно посмотрите, то в процессе освоения знаний или в процессе реализации поставленных вопросов ребенок может двигаться с одного крыла в другое, при этом попадание в микросектора позволяет ребенку находить смысловые связи, помогает ребенку находить замысел, блуждать по замыслу, пытаться его преобразовать, поскольку, работая в подгруппах, дети дополняют друг друга, могут преобразовать высказывания другого ребенка, могут уточнять, при этом задают много вопросов, соглашаются с мнением других, то есть главное не только уметь высказаться, но и умение слушать других, умение взаимодействовать друг с другом. Поэтому занятия в использовании социоигрового стиля она очень активная, надо сказать творческая, потому что данная модель, она каждый раз раскрывает или дает возможность преобразовать ситуацию, и ребенок попадает в новую, неожиданную ситуацию, и пытается разрешить ее при помощи других детей. В процессе работы по матрице ребенок может двигаться слева направо, выделять или останавливаться на одном из секторов, при этом его активность или его поступательность решений вопросов может способствовать двигать других, способствовать слышать других, ну и самому следовать за другими. также на слайде представлены основы работы с матрицей. Если воспитатель затрудняется развернуть ситуацию, ее преобразовать, то опять же может помочь крылья бабочки, такие вот крылатые подсказки. Каждый из секторов это и ступень понимания, потому что в процессе блуждания по тексту или по картине ребенок может прийти к неожиданным открытиям. это и поиск странностей, ну например, что художник напутал один из вариантов или а как ты считаешь где ошибка в сказке например или где допустил ошибку художник в изображении главных героев, как бы ты преобразовал или что бы ты изменил, как бы ты исправил эти странности, но и способность выразить свою мысль, ну например, в комедийном жанре. То есть такие варианты может предложить либо сам ребенок, либо педагог. Крылатые подсказки это только подсказки, а не инструкции, как выстраивать занятия в детском саду. Любая таблица эфемерна, что в обычных методиках более-менее тщательно завуалируется, а вот в таблице бабочки наоборот, эфемерность это скорее подчеркивается. Вот почему. Если любой таблицей пользоваться как однозначной инструкцией, то результат может оказаться банальным и скучным. Чтобы этого не случилось, таблица бабочка построена как некая такая система перспектив, ориентируясь на которые воспитатель понимает, куда ему двигаться и при планировании занятий, при его проведении. А все это для того, чтобы каждый ребенок на занятии для себя что-то понял. Другими словами, поймал бы собственного зайчика, беленького, серенького, солнечного или какого-то другого. ступени понимания. Когда ребенок говорит «А, все понятно» и машет рукой, такое поведение взрослому не стоит принимать за подлинное понимание, равнодушие и непонимание одного поля ягода. И вот когда ребенок говорит «Мне непонятно», воспитателю есть чему порадоваться. Это как раз и есть первая ступенька к пониманию. Теперь дело за тем, чтобы найдя точку неравнодушного непонимания, воспитатель смог бы умудриться делать из нее, как по мнению автора Казима Хислана, некую такую герменевтическую бабочку, то есть бабочку познания, сознания, чтобы детишки начали свое удовольствие путешествовать по секторам ячейкам то левого, то правого крыла. Эффект понимания непредсказуем. В любой момент занятия на любого из присутствующих детей может снизойти понимание, и тогда он совершит для себя какое-то открытие, после чего бабочка будет уже не нужна, она сложит крылья и улетит на другое занятие. В результате вместо прежнего непонимания мы имеем дело с возникшим индивидуальным представлением и глубиной понимания того или иного вопроса. И подобное в психологии называют продвижением зону ближайшего развития. также существует цепочка действий, которые способствуют более точному, полному осознанию того или иного задания. Первое звено это облуждание по тексту, когда мы позволяем себе бесцельно рассматривать, ходить по тексту, каким бы он ни был, живописным, литературным, математическим. Он перестает тогда пугать новизну, потому что мы начинаем обнаруживать в нем что-то нам известное, близкое, понятное. На левом верхнем краю крылышка находим блуждание по тексту, это начало процедуры, а обживание это указанное на нижнем краю этого крыла бабочки, конечный результат этой процедуры. Каждое звено цепочки имеет начало и завершение и сопрягаясь с побуждением ребенка то двигаться, то всматриваться, то говорить и с направленностью его сознания то на других, то на себя и каждый из этих звеней в цепочке становится объемным ну и стало быть пригодным для организации познавательной деятельности. Следующее звено поиск странностей когда дети в изучаемом материале усматривают какие-то странности или нелепости и в данном случае воспитатели не должны как-то пугаться они должны подхватить задать вопрос уточнить и постараться раскрыть или понять ребенку что странного или почему он то или иное проявление называет странным но с обнаружением странности начинается освоением ребенком зоны своего ближайшего развития и для нас принципиально чтобы дети не только реально находили всевозможные странности в изучаемом материале но и передавали их глазки обсуждали друг с другом поиск странностей заканчивается тем что у детей возникают смысловые связи у каждого свои индивидуальные в книге у автора методика методики есть такой пример как-то шестилетки у меня на занятии блуждали по картине брекеля охотники на снегу после этого спрашиваю у них а видят ли кто какие на картине странности посыпались варианты люди странно одеты или у них странная обувь а кто-то возражает но это никакая не странность потому что некоторые странности для него обликлись смысловыми связями и странности им быть перестали они странно одеты потому что живут не сейчас и в другой стране вот такой пример когда странностей много для каждого ребенка когда они свои и так называемый чаша странности переполняется тогда происходит взаиморазрешение странности и появляется новый смысл возникновение смысла из ничего то есть точнее сначала воспринималось то о чем говорит как ребенок как некая странность или нагромождение бессмысл а новый смысл у каждого из ребенка ребенок свой и собственный и процедура это связано с вариативностью смыслов возникающих в головах детей задача педагога на занятии закручивать обучающую ситуацию так чтобы в ней возникли социоигровые карусели чтобы возникало у присутствующих подлинное сочувствие то есть они должны как я уже говорила уметь услышать друг друга понять что у каждой говорит дать свою например версию обсудить ее то есть быть не безучастным к тому что происходит на занятии и кто говорит то есть еще раз повторю что умение выслушать понять обсудить возможно принять ту позицию которую высказывает другой ребенок последнее звено цепочки связанное с пониманием текста это выражение замысла это проверка самим ребенком собственного понимания на прочность вот он заметил в тексте какую-то мысль начал ее проверять а текст сопротивляется значит не пришло понимание значит ребенок не осознал значит нужно искать другой вариант известно известно что на пути понимания могут возникать проблемы например своего ли при толковании ну например когда ребенок начинает что-то от себя приписывать поэтому поэтому личная проверка соответствия своего понимания до толкования исходному тексту сопротивляется он или нет становится ли он интереснее или нет это принципиально важный этап обозначенный автором методики и еще когда текст сопротивляется то он начинает сверкать новые заманчивые грани у ребенка появляется новая смысловая цепочка он снова блуждает по тексту ищет странности перебирает возможные смысловые варианты и работает над ними для того чтобы замысел получше воплотить лучше понять ребенку становится очень интересно и следовательно переходя из одного сектора в другую по нашей модели он блуждает по крыльям бабочки и такая вот процедура или пути по секторам они у каждого ребенка свои в зависимости от того как ребенок осваивает материал какие смысловые цепочки он выстраивает приходит ли осознание поставленной задачи у бабочки два крыла на нашей модели и на каждом из крыльев по 12 ячеек в свою очередь каждая ячейка состоит из двух треугольных полусекторов треугольных продвижение может встречать сопротивление поэтому эти места отображены изгибом пунктирных линий и задача педагогов в целях реализации трех принципов социоигровой педагогики помочь всем ученикам побывать на правом и левом крылышках этой бабочки педагог помогает ребенку следовать тем принципам которые определяет сама методика социоигровых технологий начинается так называемый эстафета то есть поиск странностей кто первым расскажет почему ему кажется это странным кому он захочет передать эстафету любая процедура представленная на бабочке она в трех видах движение ребенка его разглядывание и его слушание например ребенок рассматривает или группа детей рассматривает картинку что обычно происходит кто-то двигает картинку к себе или командует другим куда нужно подвинуться чтобы всем было видно а кто-то в это же самое время начинает внимательно сам всматриваться в картинку тогда как его соседу интересно следить куда показывает пальцем один из верстников ну и конечно кто-то говорит сам а кто-то обычно самый робкий слушает других здесь начинает закручиваться групповая работа действия одного помогают определиться действием другого но несомненно каждый педагог стремится к тому чтобы дети начинали вполне осознанно двигать себя видеть себя слышать себя результат этот многословный возникает он не сразу не вдруг чаще всего после прохождения двух цепочек процедур то есть левого и правого крыла если же кто-то из детей попадает в треугольнички полусектора ориентированные на внешний край правого крыла двигать видеть слышать себя по какой-то другой особой и непредсказуемой краткой траектории воспитатели рассчитывая на сознательность детей обычно сразу начинают с того что просят детей что-то показать или на что-то ответить часть детей с легкостью оправдывают такие ожидания но есть и те которые начинают почему-то путаться все делают в нарушении социо-угровой последовательности есть дети которые весьма чутко реагируют на даже самые маленькие нарушения чуть что и они впадают вот в такой тупор они не понимают что дальше делать они теряются и в такой ситуации многие воспитатели оказываются беспомощными что-либо сделать чтобы исправить ситуацию выход здесь довольно прост стараться не нарушать на занятиях естественной последовательности в путешествиях детей за индивидуальным пониманием то есть каждому ребенку нужно стараться обеспечить возможность найти и осуществить свою личную траекторию ученического такого понимания а именно сначала на занятии дать выход непроизвольным детским движением то есть это левый край таблицы затем обеспечить возможность восприятия ими работы других это центральная вертикаль таблицы а вот тогда даже самые слабые дошкольники начнут довольно правильно им показывать и отвечать а главное вызывать неподдельный вполне деловой интерес у своих более сильных соседей опять же в книге автора данной технологии есть такой пример как-то в детском садике шестилетки работали с репродукцией картины грачи прилетели с образово работа шла малыми группами разумеется по герметической цепочке одно из групп по жребию досталось такое задание показать смешную историю но не абы какую а так чтобы все угадали исходную картинку грачи прилетели и дети показали сценку действительно очень смешную и по сюжету весьма неожиданную группка показала историю про трех поросят которые живут в том самом сарае крыша которого виднеется за покосившимся забором изображенном на первом плане в картине грачи прилетели такой вот неожиданный подход одно дело когда ребенок говорит что ему пришло в голову по поводу картинки это уровень непроизвольного побуждения то есть внешний край левого крыла и совсем другое если ребенок вместе со своим соседом по команде договорился играть сценку поросят здесь ему приходится действительно как-то двигать себя в соответствии с замыслом либо индивидуально либо коллективно чтобы замысел который был представлен малой группой в картине Саврасова был виден другим в их сценке каждому необходимо стараться и двигать и видеть и слышать себя это вполне осознанно тогда замысел будет виден зрителям и тогда он будет приколывать их внимание здесь автор обращает внимание на то что когда зрителям глядя на работу исполнителей становится интересно считывать их задумку то их деятельность оказывается связанной с видеть слышать других то есть то что отражено в центре таблицы бабочки мало того что каждый увидел ну как бы понял да свое глядя на работу других дети начинают приближаться к пониманию и своего замысла и степени своей договоренности с другими и своего понимания ситуации и своего понимания самого себя конечно результат занятия построенного по таблице бабочки помочь ребенку научиться слышать слышать себя в обычных ситуациях дети себя ведь не слышат зато когда после нескольких герметических процедур с некоторыми детьми это все-таки происходит то они очень довольны своей работой они эмоционально приподняты осваивают зону ближайшего развития подавая своим сверстникам хороший пример и все это благодаря групповой работе построенной по тем советам которые воспитатель может интуитивно выводить из таблицы бабочки сущность социо-игрового стиля работы по Дукатову определили такой формулировкой мы не учим а налаживаем ситуации когда их участникам хочется доверять и друг другу и своему собственному опыту в результате чего происходит эффект добровольного обучения научения и тренировки применение социо-игровой технологии способствует реализации потребностей детей в движении то есть ребенок должен быть нестатичным он должен быть активным он должен двигаться по группе он должен быть активным в рассматривании то есть это не должна быть статичная такая поза а во взаимодействии с друг другом ну и с тем предметом объектом который например ребенок рассматривает сохранение психологического здоровья то есть это создание комфорта которому который очень удобен ребенку это такая естественная ситуация естественная атмосфера для которой достаточно удобно приятно работать и формирование коммуникативных навыков поскольку это групповая работа поскольку дети работают под группами несомненно они между собой общаются взаимодействуют и как я уже говорила главное не только уметь самому высказаться или сказать какие варианты или какие неожиданные решения пришли но и уметь слушать других работа над пониманием как процессом и результатом смысла деятельности способствует активизации познавательной активности ребенка актуализации его творческого потенциала учит постигать мир средствами искусства а самое главное сохранить человеческое человеке спасибо за внимание